День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который в нашей стране отмечают 10 ноября, это праздник не только тех, кто работает в правоохранительных органах, а всего народа. Общество предъявляет сотрудникам полиции самые высокие требования. Жители Славянского района и всей Кубани должны быть уверены, что найдут помощь и поддержку в лице правоохранителей, и им это удается. Участкового уполномоченного по праву называют самым близким к жителям полицейским. Он, конечно, не раскрывает резонансные преступления, но зато это самый открытый представитель органов полиции, с которым славянцы общаются напрямую. Основная его задача – охранять безопасность граждан, пресекать возможные нарушения закона. Он регулярно совершает обход территории, встречается и беседует с жителями, рассматривает их заявления по фактам и событиям, которые могут содержать признаки преступления или административного правонарушения. 27 лет работает участковым уполномоченным в станице Анастасиевской Александр Рогинский. За эти годы накоплен огромный опыт, наработан ни с чем не сравнимый человеческий капитал доверия, и он хорошо помнит свои первые шаги на этом поприще. Приехал в отдел внутренних дел Славянского района, мне была предложена должность участкового полномоченного милиции, и с 1993 года по 2011 я работал участковым инспектором милиции. Что понравилось, мне интересно было защищать законы интереса и права граждан, прийти им на помощь, выручить их в сложную минуту, когда, казалось бы, уже никто не может прийти, в любое время суток быть способным, быть готовым прийти на помощь, выручить, помочь советам, выехать, среагировать. Бывает даже добрым словом поддержать граждан. Участковый уполномоченный – это полицейский, чья задача постоянно быть рядом с гражданами. Он всегда на виду. Люди замечают, что он сделал так, а что не так. Часто к участковому обращаются с просьбами помочь в решении семейных, квартирных проблем. И вот работа с такими семьями круглосуточно, она мне нравится. Я уже длительное время работаю в этой сфере. После аттестации в полицию стал полномоченным полицией и с тех пор до сих пор работаю в участковом. Полгода я провел в служебной командировке в горячих точках в Чеченской республике, в населенном пункте Ханкала, где в качестве проверяющего ездил, проверял службы, такие же, как участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, ГАИ, где инструктировали, где проверяли, где указывали на недостатки и вернулись живыми, здоровыми с командировки. Больше четверти века в любую, как говорится, погоду выходит на службу Александр Рогинский. В станице его знают с лучшей стороны. И он знает людей, умеет подобрать к ним ключ, найти самые нужные слова. Здесь родился и вырос у всех на глазах. И меня все знают, меня все видят. Каждый день я на работе, каждый день я в администрации, в больнице, в прокуратуре, в следственном комитете. Каждый день с утра до вечера. Анастасиевцы с его участка видят в нем защитника от нарушителей общественного порядка. Люди идут к нему со своими проблемами и бедами. И участковый старается не только разъяснить, что предпринять, к кому обратиться, но и обязательно помочь. Я к нему обратилась недавно. Ну вот сколько, месяца два назад, наверное, три. Что у нас соседи такие есть. Они нам устраивали тут. Ну как, покоя нам не было. Музыка постоянно. Все ночь. Шум. Я стала звонить. И вот в этом приняли меры. Вот наш участковый, он принял меры. Все. У нас все стало тихо и спокойно. Я уже стучу по дереву, если честно. Сила участкового уполномоченного, его человеческие контакты, тесное взаимодействие с квартальными или администраторами по работе с населением. Такая работа позволяет не только контролировать ситуацию, но и совместно находить нужные и важные решения. Мы с ним очень тесно сотрудничаем. Всегда он откликается по первому зову, посоветует. Всегда к людям хорошо относится. Очень доброжелательный, ответственный человек. Я считаю, он на своем месте. Мы, люди все его знают, население, уважают и всегда обращаются, когда бы не потребовалось. В любое время дня, ночи позвони, он всегда откликнется, всегда поможет. В профессии участкового уполномоченного просто нельзя оставаться равнодушным. Ведь и слово «участковый» схоже со словом «участие». В этой работе надо быть настоящим психологом. Вежливый, отзывчивый и обязательный старший участковый уполномоченный полиции Александр Рогинский не различает выходных и будней. Он на службе всегда. Его ценят и уважают как коллеги по работе, так и жители его участка. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».